Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем пробовать рисовать лыжника. Зима, зимний вид из форта, да? Попробуем рисовать лыжника. Нам понадобится лист бумаги большой, у меня три, чтобы было удобно раскрашивать. Простой карандаш, ластик, куаш, емкость с водой, возможно, нам понадобится палитра, ну и кисти, конечно. И так, мы начинаем. Чтобы нам нарисовать лыжника, а мы будем рисовать во весь рост, на весь листочек, да, чтобы у нас был большой лыжник. Поэтому на самом верху, на самом верху давай нарисуем достаточно большую голову, так, чтобы нам было удобно потом раскрашивать. не мельчи делай крупно то сразу рисую крупно большая голова от головы мы вот так немножко наискосок проведем прямую длинную линию вот такую вот длинную линию но сколько там придешь дальше от этой линии мы вот в эту сторону в эту сторону будем рисовать такую же линию такую же по длине линию и это нога и коленочка вот так вот вниз нога идет сделаем схему сначала лыжника чтобы нам потом было удобно раскрашивать. Так, нарисовали, да? А от этой точки, где у нас этот уголок получился, нам нужно нарисовать вторую ногу лыжника. ACHA мы нарисуем немножко вниз на искосок, глина должна быть такая же, как вот эта, так же и вот это должна быть. И еще немножко вот сюда. Немножко мы ее, этот уголок разворачиваем, это коленочка, вот она коленочка у нас, ноги получается. Так, дальше тут где у нас вот голова мы немножко отступаем и отметим куда нас а где у нас будет самозначит аку . вот это вот то есть вот от головы здесь на рисун шарфик сначала нарисую шарфик проведем с этой стороны с этой стороны линию соединим эти линии соединить если что длинную тут честно сильно длинный шарфик не рисуйте он же вокруг шеи до берут шарфик поэтому вот так лишний убираем сама курточка объемная да у нас и примерно до пояса вот здесь вот будет у нас вот здесь такой поездом и его отметим где заканчивается будет курточка и рисую вот вот такую вот курточку курточку мужем нее прям вот шарфику завернуть вот так вот на курточка наша получилось когда кучу нарисуете посмотрите как чтобы шарфик был аккуратно да за это сделано вот этот курточка наша вот эту линию посерединке можно уже стереть хорошо когда лыжник бедовой шапочку нарисуем нарисуем ему шапочку нужную да вот у него тут повыше вот так вот вам пончик не сотрем внутри шапочки лишнюю он бежит вперед поэтому у него с этой стороны нос тоже лишнее убираем эти линии робот да власть пока не будем рисовать ну хочешь можно рисовать моего потом красочками и здесь вот если ты девочка то волосы можно нарисовать по длине да вот так вот если то мальчика покороче вот так будут волосы не что я сильно выгнула вот здесь вот и дискина у него дискина лучше по примере вот так вот нарисовать курточку потому что это спина уже нас не горбатый до вас по примере эту линию где спинка дальше дальше мы рисуем штанишки здесь мы тоже прямо вот так вот закругляем здесь вот от курточки такая же идет линия параллельно вот они даже не что у нас здесь здесь немножко пошире делаешь станишки вот так вот и вот эту линию убираем это коленочка вниз пошли штанишки да вот так вот здесь закругляем линию вот это убираем посетить ботиночки просто сделаю вперед 5.0 вниз и соединяем наверно длинноватая получилось нога сильно длинно покороче смотрите что мы делаем мы отступаем от этой линии вот да где у нас коленочка вот она да коленочка получается и дальше штанишки сюда и нибудь такую длину длина слишком длинная и штанишки сюда линию я получаю обвела вокруг линии и ботиночек смотри так еще длинными получил знака чуть покороче сделать состирали если тебя что-то не так тоже можно стереть резиночкой вот так вот и опять провести дома где-то хорошо ноги мы нарисовали теперь руки смотри когда лыжник бежит у него в руках палки он машет палками то есть туда-сюда палочки передвигает поэтому у него руки одна впереди другая сзади рука которая впереди рука вот от серединки курточки вот здесь мы рисуем прямо в линейный косок вот так вот линию это когда локтя да и вверх немножко вот так и сзади рука то есть от спинки она с той стороны поэтому у нас получается что мы видим не только окна по спинке то есть мы берем так линию рисуем и немножко эту линию вниз наискосок вот так будем из этих палочек делать рукава да вокруг этой линии мы рисуем эту часть и эту часть серединку вот эту стираем мы обводим вокруг линии серединку стираем рукавичка на рукавичка и здесь также мы делаем обводим одну линию обводим вторую линию и серединку стираем подрисован рукавичку хорошо дальше нам нужно нарисовать палки лыжные вот это рука который нас период она всегда упирается то есть палочка должна у нас быть вниз на лодочке вы же нарисуем вот так вот от этой ноги как у нас идет подошва мы вперед и немножко поднимаем улыжи уголочек передний да и назад проводим лыжу то есть вот она у нас длинная лыжа 1 она к дальше поэтому лыжа будет дальше смотри здесь у него это поднялась а лыжа она также должна быть как и это лежать на снегу дать я беру рисую прямо лыжу уголочек поднимают так вот ты сама нога поднялась у нас а вы же также лежит крепление нарисуем тут оставляется до нога здесь и здесь крепление вот так палочки в этой руке палка идет сверху над рукавичкой сверху и вниз пошла ниже чем лыжи то есть вы же остается здесь мало у нас с этой стороны и здесь вот штучка которая снег это держит одна палка отарка палочка поднимать потому что он это и отталкивается а там по уже свободно и палочка будет вот так вот здесь и дальше пошла сюда палочка она поднята палочка длина не забывай палочка длинная вот так вот такие у нас получились вот у нас получился выше нарисуем где убежит обеспать не поэтому нужно очертить где у нас будет снег заканчивается можно даже сугробиком таким нарисовать не обязательно прямую линию дальше выше чуть-чуть это линии еще рисуем один сугробик вот так вот удастся ну и все достаточно дальше будем раскрашивать дальше будет нас на понадобится с тобой палитра но сначала мы закрасим передняя часть снега прямо из баночки белым мы не оставляем ничего даже с нас ли сбил и мы должны закрасить белый красочкой и вода линии на передней мы вот все закрашиваем беленьким вот здесь между ногами если ты же закраситься у тебя краски но ничего страшного мы потом тоненькая кисточка все равно будем рисовать впереди все это белым закрашиваем красочкой весь сугробик если что-то не успеваешь всегда можно поставить видео на паузу дорисовать нужный элемент и потом включите продолжить вместе со мной так это передний супруг у нас весь белый вот это сугробе подальше мы будем делать немножко уже дальше у него будет уже такой какой-то оттеночек фиолетовый наверное сделаю какой-то слегка цвета светло-фиолетовый для этого палитра накладываем 5 раз белую один толстый кисточка работаем 2 так откручиваем что краска оставалась палитой 345 и промываем и возьмем немного фиолетовый или синий какая у тебя есть сильно много не надо брать чтобы у нас получился светлый оттеночек и перемешиваем в палитре какой-то светлый оттеночек же вас равный снег поэтому не может быть сильно темным и вот эта краска которая получилась мы закрашиваем дальний сугроб до палочки немножко где-то вот здесь на переднюю сугробе переливала сочеталась можно кое-где вот может быть голубенький этот тоже добавить но только такими некоторыми пятнышками чтобы у нас не было весь да снег а закрашен а вот полусухой кистью вот на переднем сугробе можно добавить вот такие какие-то немножко голубых вот таких вот фиолетовых пятнышек мазочков а у нас получил такая живопись до чтобы переливалась хорошо фон фон он тоже будет светлый но тоже быть и надеть и можешь использовать любую краску какую закончу она надо положить в чистая кошечка валиды побольше белый давай положим 10 раз один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять много получилось лишь только у меня много белой краски в палитре скручиваем окрашиванием чтобы вся краска осталась у нас палитре кисть промываем и теперь ты можешь добавить в эту краску один раз любой цвет какой только захочешь любой выбирать и один раз один раз добавляю его вот свою белую краску я выберу зеленый давно не выбирала зеленый смешивая получается светло-светлый зеленый цвет он может быть совершенно любого оттенка но не яркий да то есть мы должны для всего один раз цвет какой-то и смешать со своей белой этим цветом можно раскрасить весь фон аккуратно окрашиваем вокруг рисунка вот здесь по-другому это самая линия сугроба да где мы нарисовали если получился сильно яркий можно сюда же добавлять беленькую здесь же добавлять белую на своем рисунке продолжаем раскрашивать фон и так же из своей палитры где у тебя оставался светлый фиолетовый или синий можно добавить мазочков этого цвета фиолетового светлого верху на фоне кое-где кое-где много не надо для того чтобы у нас везде присутствовал связь была между цветами поэтому мы берем кое-где добавляем мазочки фиолетового сверху а зеленого чуть-чуть на сугробике фиолетового то есть но немного так чтобы это не перекрасила всю работу а только кое-где можно чуть-чуть добавлять белой красочкой на нижний сугробик то есть у нас будут мазочки присутствовать между собой чтобы они были имели связь вот я теперь еще внизу здесь добавляю хорошо это нужно навести цвет для лица это должен быть светло-розовый поэтому берем тонкую кисть белую краску в чистое окошко накладываем три раза ну вам побольше берем краски 123 намного не нужно и в эту газичку китара и добавляем камеру камеру красный там чуть чуть чтобы у нас получился светлось розовые не зима упал кто давали даже еще чуть-чуть надо взять ну чтобы цвет у вас полете был светленький не красный осветы key вот находится это розовый и это светлорого нужно закрасить лицо лыжника лицо лыжникам он еще очичь получилось поярче вытешу добавлю к曾ée ху же болеют produits он бежит и меня наверняка все ещё покраснели до морозного воздуха у нее красные и просто чуть чуть более насыщенный розовый цвет сделать нужно может быть кончик носа немножко также покраснена волосы улыжника любого цвета конечно естественно коричневый или желтый или о христе и оранжевого цвета волосы или черные волосы это ты можешь выбрать и сделать волосы по своему усмотрению дорогого цвета у меня будут коричневые волосы вот здесь у лыжника если это девочка только длиннее да вы сможете вот их они развиваются шапочку мы нарисуем ярких цветов то есть можно выбрать до какого цвета и сделать несколько вот я делала макушку шапочки желтую и вот внизу шапочку здесь полосочка желтая а сама шапка будет разная прям из баночки да вот здесь у меня будет полосочка красная и помпончик раз на такой цвет у меня будет у меня не туда шарфик то есть я беру делаю полосочками вот так желтые пропускаю еще желтый и еще желтый а между желтыми полосками красную но на шарик еще развивается назад поэтому мы нарисуем шар который я бью желтую чтобы можно было потом полоски красный от смотри от этого шарфика вот сюда сторону рисую хвостик до шарфика вот так один и сюда второй развивается бежитый шарфик развивать на виду подобию красную и на шарфике рисуя полосочки красный здесь и здесь красного цвета сделал рукавички курточку можно придумать любого цвета каким хочешь закрасить курточку можно выбирать любой цвет и закрашивать сначала саму курточку оставляю картики закрашиваем обычно лыжный костюм они из двух цветов вот у меня сама курточка зеленая рукава будут наполовину наполовину такого цвета выберу выберу окрысты вы смотрите в половинку рукавчиков я закрашиваю пристой ты можешь любым цветом это выбирать потому что костюма лыжный бывает всякого разного цвета и с этой стороны я часть закрашиваю такой крест и вот может быть у здесь заканчивается рукавчик тоже сделаю о христа остальные рукава так же как и курточка будут у меня зеленые мы закрашиваем остальную часть у кого так и здесь тоже штанишки это же вы не костюм поэтому что они тоже будут такого же цвета только я сделаю смотри посередине посередине вот так вот полоску лампасы такие называются такого цвета просто полоску делаю и здесь тоже сами что не что вот такого же цвета как и курточка такого же цвета как и курточка можно придумывать фантазировать потому что костюм лыжный бывает всякого разного цвета всяких разных конфигураций поэтому придумывает так и вторая часть вот костюм готов ботинки могут либо коричневые либо черные либо тени но темные какие-то ботиночки закрасим дальше нам нужно работать очень тоненько и а сделать палочки палочки тоже бывают разные разного цвета так как и вы же могут быть разные я возьму синюю и очень тоненько кончиком кисточки потому что палача не тонкие так вот сверху вниз кисточку виду кисточка должна быть тонкая что получилось тонкая линия здесь также здесь кончиком кисточки сильно не жмем на кисть чтобы получалось тоненькая линия черным сделаю вот побережье вот эту линию и иголочку до чтобы наши палочки могли крепко стоять лыжи могут быть любого цвета какой-то вы имеешь красный оранжевых понять какой-то вратилет они выжигал яркие такие делают сейчас пластикой тоже кончиком кисти немножко уже посильнее нажимаю чтобы лыжа была потолще чем палочка да и вот так вот ведем если даже я закрашивая лыжа получилось то просто берешь и кисточка рисуешь прямые вот так горизонтальные горизонтальные линии крепление можно любым цветом я сделаю тоже сильно потому что палочки синие так чтобы это было в гармонии гармонично сделаю синие еще вот эти крепления для лыж белый красный можно нарисовать белое зимнее солнце белое зимнее солнце зеленый красный можно вдалеке нарисовать такие маленькие елочки ну чтобы был пейзаж просто берем разные стороны вот так вот вниз веточки книга не любит больше больше и больше становится веточки наверху по ручки просто вот так вот вниз подрисовываем здесь будет немножко это то мне быть немножко они могут и произвольные вдалеке елочки непонятно где там такие веточки просто треугольнички такие лохматенькие можно нарисовать фиолетовый цвет который тебя был в палитре смешать еще чуть-чуть от потемнения немножко чем у тебя и давайте начнем они как розового сделать между этими елочками далеко да там какие-то фиолетовики может быть беленькой смешать посветлее темноватый получились вот здесь просто делать просто можно даже сделать заказе просто такой вот зелененький добавить чуть-чуть в эту красочку зелененький давай чуть-чуть где-то чтобы ли они далеко деревья они все сливаются и получается просто общий такой какой-то вид далеко когда они вот так вот водитель поближе у тебя на ссылочку поэтому их немножко пониже них нарисую вот так коричневые стволы здесь немножко можно отметить падает белый снег то есть мы берем белую и точечки по всему фону рисуем немножко попадает на от нашего лыжника сильно много не надо на лыжника в основном вот по фону так чем больше тем будет зимней более нарядная такая зимняя картинка поэтому не будьте подольше посетите нарисовать побольше этих снежинок и теперь нам нужно взять макер или фломастер черный что на кое-что дорисовать у нас высохну уже здесь мы рисуем глазик рисуем глазик подрисовываем ротик подрисовываем и смотри если нужно можно не обводить если хочешь можешь обвести если хорошо видны и безоблоки оставление в одни обводе смотри сама тут может быть пояс можно обвести на косточку но это должно быть все уже высохшие если собираешь обводить то нужно подождать когда все высохнет вот такой получился замечательный лыжник и свои работы на сейчас пока пока